Добрый день всем! Сегодня мы попытаемся разобрать славянский миф, который называется «Битва Кащея с Крышни». Этим мифом продолжается повествование жизни и деяния Бога Крышня, Сына Вышня или Господа Всевышнего. В предыдущий раз мы разобрали, что Бог Крышень мифологически связан со знаком Козерога и Сатурном. Думаю, что тот миф, который мы будем разбирать сегодня, повествует о мистерии знака Козерога, а значит о том, кто такой спаситель и кого можно так назвать. И содержит еще некоторую интересную информацию, как обычно. Итак, начнем. Я, как всегда, буду зачитывать миф частями и пояснять его. За полями широкими бармы, за лесами дремучими сивы, да за дыевыми горами, да за реченьками бурливыми есть священный край Сына Вышня. В той земле, что Крышню подвластно, не заходит солнце полгода, а зайдет, так спит по полгода. В том блаженном северном крае слышны песни, там вечный праздник, там текут молочные реки, впадают в Белое море. Как в о том океане море подымались из волн три острова. Первый остров Фаворский, Белый, следом Тульский и Алатырский. Тот священный остров Фаворский недоступен даже для мысли, не подвластен ничьим веленьям. Он покрыт садами чудесными, там цветут левкои и розы, и по тем цветущим садам ходят, бродят дивные звери, там поют ирийские птицы. И по острову по Фаворскому, там гуляет сам Вышний Крышень, у него-то у Светлоокова золотом сияет головушка. Он поет, играет на дудочке, на волшебной той самогудочке. Прилетает, услышав песню Крышню в сад, Гамаюн и Финист, прилетает и Алконост, а за ней прилетает Сирин. Следом все ирийские птицы, а перень у птиц тех разное. И одни перышки золотые, а другие перья багряные, третьи синие и зеленые. Прилетают и белые голуби, а перень у них, как снег. И щебечут птицы ирийские, и поют одни громким голосом, а другие щебечут тихо, третьи тонко, иные нежно. И поют они так согласно, как никто вовек и не слышал. Итак, здесь необходимо пояснить, что такое ирий, который описывается в данном отрывке. Ирий – это славянский рай, или его еще называют Сварга. Сварга – это объединение святых земель белой расы, где не присутствует паразитическое начало. По легенде, ирий, или рай, находится в Репейских горах. Многие искали это место на земле, называя его Белой Шамбалой. Этот край не подвластен мыслей и ничему велению. То есть войти в это священное место может только тот, кто прошел горним путем, тот, кто достоин входа туда. Но о каком горнем пути здесь идет речь? По моему глубокому убеждению, это место находится не на земле. Горы – это всего лишь символическое значение, символический образ. Это значит, чтобы попасть в ирий, в рай, надо пройти горним путем, то есть добраться до вершины, подняться до вершин духа. Нужно построить свой внутренний храм. Все это связано с мистерией именно знака Козерога, то есть начало и восхождение к вершинам духовного совершенства, что символически показано через горний путь. Когда ты пройдешь этим путем, ты попадешь в ирий. Вспомним также, что с точки севера, а здесь описана именно северная страна, связан страж вечности Ванант. Вот что сказано в Зирваницкой теории о форме времени и вечности. Зирвана Корана или Вечность – это конечный итог, к которому каждый человек должен прийти. Но для этого необходимо полностью себя познать, получить ответ на извечный вопрос «Кто ты таков?» Каково твое прошлое, настоящее, и каким может быть твое будущее? Осуществить эту задачу под силу только тому, кто становится на путь пробуждения своего духа и очищения своего сознания. Но в этом отрывке мифа сказано не только про небесный рай. Здесь упоминается также и некая священная земля на севере, где день длится полгода и ночь длится полгода. Там праздники и звучат песни. Видимо, речь идет о том месте, где жили наши предки, придя в Солнечную систему. То есть о Даарии или Гипербореи. Дополнительно еще одна аналогия приходит на ум. Речь идет о том, что день длится полгода, затем его сменяет ночь. Это может говорить не только о том, что земной рай или первичная земля наших предков находилась на крайнем севере, точнее на северном полюсе. Это может говорить еще о таких явлениях, называемых день и ночь сварага, когда происходит смена эпох и на мир земной поочередно воздействуют то светлые, то темные силы. Происходит то подъем, то упадок духовности. То есть происходит смена дня и ночи сварага, поворот сварожьего круга. Почему такое допускается светлыми силами на нашей матушке земле, объясню чуть позже. А на острове Алатырском и земля, и камни, и золото. Там растут золотые яблони, а на яблонях золотые яблочки. Там ручьи и речки струятся да по камушкам золотым. Средь золотых ветвей и цветов там поют ирийские птицы и сияют золотыми перьями. Как на тот Алатырский остров едет Сурьяра на закате дня. Едет он по Млечной дороге на своей золотой колеснице. Как в ату колесницу солнца золотые быки запряжены. Распрягает Сурья своих быков, отпускает их в бычье стадо. Здесь их тысяча без единого. И гуляют они по острову, и мед с Сурью пьют из ручьев золотых, и едят траву золотую. И приходит Сурьяр в золотой дворец, и садится Сурьяр на трон золотой, и пирует, и веселится, пока длится полгода ночь. В этой части мифа рассказывается о Солнце и его доме. В астрологии звезда, ярила Солнца в нашей системе, любая звезда отражает принцип Духа. И вот возникает такое описание символическое. У бога Ра есть некие быки, которых он впрягает в свою золотую колесницу, и с их помощью поднимается на небосвод. Во-первых, имя Ра, имя звезды, это имя не нашего ярила. Стало быть, речь идет, возможно, не о нашем Солнце, а, возможно, о звезде неких других земель, где проживали наши предки. Во-вторых, я серьезно убеждена, что наши предки, прибывшие в Солнечную систему со звезд Большой Медведицы, конечно, знали, что Солнце на небосвод затаскивают уж никак не быки. Так в чем тут суть? Эту суть можно выразить такими словами. Дух, восходящий на небеса с помощью быков, то есть поднятие Духа через материю, потому что быки символически обозначают материю, некие земли. Далее идет число 999 быков или земель. Как сказано в мифе, было у него быков тысяча без единого. И вот это загадочное число 39 земель, три девятки из русских сказок, то есть 999 земель. Итак, в нашей Вселенной существуют некие 999 земель, на которых и происходит этот процесс поднятия Духа через материальную жизнь, через материю. Как это происходит? Увидим дальше по мифу. Возможно, число таких планет-земель сейчас иное, потому как с момента создания мифа прошло много времени. Но сути это не меняет. Да и как тут не вспомнить, что эзотерическая экзальтация Солнца находится в знаке Тельца. В частности, применительно к нашей Солнечной системе. А у Ильма на Тульском острове из железа выстроен замок, в замке Ильма Тульского кузница. Ильм кует оружие волшебное, меч с ворожей и лук с громовой стрелой. Он кует и бьет мощным молотом, и очаг его пышет пламенем. Разлетаются искры, да по всей земле, свод небесный гром сотрясает. Помогают сворожи чуреби, что постигли знания кузнечного у отца сворога небесного. Раздувают они пламя жаркое, бьют кувалдами по железу. Здесь идет речь о планете Марс, символически связанная с Ильмом Сворожичем, кузнецом, создающим некое мощное оружие. Железо, упомянутое здесь, также относится к планете Марс в астрологической традиции. Вот и ночь расправила крылья, вот и звезды сияют в небе. А на острове Белом праздник Ильм и Сурья в гостях у Крышня, и сиянием северным небо озарилось из края в край. Сурья и Ильм в гостях у Крышня. По-видимому, здесь описывается положение Солнца и Марса в созвездии Козерога. Такая позиция имеет свои особенности, но об этом чуть дальше. Что там ветер ледует с юга? Закружился ли вихр черный? Почему вдруг травы поникли и цветы опали с деревьев? Птицы все умолкли в саду. То не черный вихрь кружится, то бушует не сильный ветер, то от южных гор черный идол скачет на коне черногривом. Был тот идол сильно могучий и на всю поднебесную дивный. Тело идола, как копна, голова котел, руки вилы. Дунул он на Белое море, заморозил Белое море и пришел по льду к злату острову и увел быков бога солнца Ра. Где ж быки мои злотороги? Опечалился светлозарый Ра. Итак, почему Кащею, которому противостоит крышень, как Хедию, Велес, удается украсть золоторогих быков у Сурьера в тот момент, когда Сурья гостит у крышенья? Он крадет эти земли, то есть быков, заморозив Белое море. То есть речь идет о зиме, о зимнем времени. Вспомним, что Сурья гостит у крышенья, то есть солнце находится в Козероге. Именно в это время года сила солнца минимальна для нашего земного мира. Вспомним, что наши предки в это время празднули праздник Каледу и день в день зимнего солнцестояния. Это конец декабря. Солнце только нарождалось, только вступало в силу после самой длинной ночи. То есть символически его сила была минимальна. Сила Духа, тяга к духовному восхождению в этот период минимальна. Именно поэтому мистерия знака Козерога связана еще и с приходом Спасителя, потому что это самое темное время. Поэтому Кащею удается распространить свое влияние на эти 999 земель, то есть украсть их. Заменить там духовность и истинную веру на поклонение черному идолу. И сказал тогда вышний крышень, Ильмы Сурья похитил идол со золотого острова стада. Вы найдите-ка черного идола и верните нам золотых быков, а иначе день не настанет, вечно в мире прибудет ночь. Этими словами крышень хочет сказать, что нужно вернуть власть светлых сил над этими 999 землями, иначе там вечно прибудет тьма. И сказали Ильмы Сурья, тот чернушный идол сын Вия за покражу будет наказан. Ильмы Сурья тогда собрались за быками теми в погоню и поднялись в корабль летучий и над морюшком белым взмыли. То не просто летучий корабль расправлял могучие крылья, это звездная книговед разворачивала страницы. Как летел он над белым морем, взволновалось море белое, поднимались волны сильные, льды великие расходились. Здесь упоминается о том, что для того, чтобы вернуть быков земли, находящиеся во власти тьмы, нужно еще и знать или ведать, как это делать. И в этом помогает звездная книговед. Вот стал виден далекий берег, вот и скалушки Беломорья, и встречают на бреге моря Ильма Сурьяю дети Бармы, то могучие великаны Ман и Маня, сестра и брат. Мы не пустим вас, Ильмы Сурья, в землю отчу бога Бармы. Крепко встали не на бреги, гамазули народ подземные ноги их к мысам приковал, обвили веревками медными. И тогда поднял Ильм Сворожич для стрельбы свой лук с громовой стрелой, натянул тетеву железную и промолвил такое слово. «Ты лети, стрела громовая, попади ни в горы, ни в море, попади ты в грудь бога Мана и сестры его мощной Мани». И тогда потрескалось небо, набежали черные тучи и затул пронзительный ветер, распрескалось осеннее море, зашатался и замок Бармы. «Этот гул», сказал грозный Барма, и зашел от мощного Ильма, он пустил стрелу громовую. И тогда сам Барма, великий, применил оружие Бармы. Перед маном и маней грозной он поднял свой щит, что способен отразить любое оружие, и отбил стрелу громовую. И тогда сказал Ильму Сурья, «Ах, зачем стрелой громовою проложить хотел ты дорогу? Лучше спросим мы позволения, может, Барма бог нас пропустит?» И сказал он так богу Барме, «Ищем мы быков злоторогих, их увел у нас черный Идол, если мы не вернем тех золотых быков, то и светлый день не настанет, вечно в мире пребудет ночь, пропусти же нас бог великий». И сказал тогда мощный Барма, «Пропустите Ясуни, дети, чтобы день настал, пусть отыщет Ильмы Сурья золотых быков». Пропустили их ман и маня и поехали боги дальше. Вот приехали к черной грязи до котой смородине речки, а вдоль берега то смородины кости свалены человечьи. Волны в реченьке той кипучие, за волной ледяной плещет огненная, и бурлит она и клокочет. Волны вдруг в реке взволновались, на дубах орлы раскричались. Это выезжали навстречу змей-горыня и змей-дубыня, вместе с ним усыня змей. Не пропустим мы вас за речку, не проехать вам в царство смерти. Тут съезжались они у реченьки, стали биться, да, в рукопашную. Бил горыню Ильм тяжким молотом, Сурья сжег дубынюшку пламенем, а потом в смородине речки боги стали топить усыню, и взмолились великаны. Так не бейте нас, Ильм и Сурья, проезжайте вы в царство черное, но об этом вы пожалеете. Из этой части мифа мы видим, что Сурью и Ильма на пути их погони за быками останавливают два раза. Сначала в землях бармы, затем перед входом в чертог смерти. И каждый раз эти витязи пытались решить проблему через драку, во всяком случае Ильм, символически связанный с Марсом. Итак, каково положение Марса в знаке Козерога? Это экзальтирующее положение. Марс в Козероге имеет много силы. Это воинственность решительна, сила воли. Но миф в данном случае учит другому, в чем опасность такого положения Марса. Опасность заключается в самоутверждении на сильных качествах Марса. Это агрессивность, развязывание войны или драки, не подумав, то есть стремление решать все силой, благо, что ее много. Тут подходит старая русская поговорка «сила есть, ума не надо». Сурья и Ильм едут отвоевывать земли, и у них для этого есть воинственный запал, однако их два раза останавливают, и это происходит не просто так. Наряду с желанием отобрать похищенных быков, в них присутствует жажда мести. В первый раз их научили договариваться, вместо того, чтобы сразу драться. Ведь это были земли бармы, мощного бога, слова и молитвы, рожденного родом. Вот чему нужно учить того, у кого экзальтированный Марс, умению договариваться, а не развязывать драку, не подумав. Но далее с Урья и Ильм попадаются Горыня, Дубыня и Усыня, у которых они тоже не спросили, почему те не хотят пропустить в страну смерти. Нет, они сразу же начинают их жечь, колотить и топить. Хотя сами Горыня, Дубыня, Усыня, стражи темных миров хотят их предупредить о чем-то, говоря, мы вас не пустим, но вы пожалеете. Итак, воинственности у Витязи Сури и Ильма хватает. Однако, если ты воин, тем более воин духа, то ты должен знать, в чем твоя сила, когда ты сражаешься с тьмой. И эта сила, прежде всего, сила слова, не физическая сила. Вот приехали Ильмы Сурия в царство черное вместо гиблое. Там лесочки с лесами сходятся, и коренья с коренями вьются. Нет дороги в болотах пешем, и в горах нет дороги кунном. И приполз змеей с оболот туман, а в тумане послышался лай и вой, тяжкий топот и громкий смех. И как вихрем буйным качнуло их, и ослабли тут Ильмы Сурья, и на землю сырую «Кто здесь крикнули, что есть силы?» Мы ответили «Три хромых». И тогда явились в тумане лихо, горько, одноглазое, вместе с кривтою и нелегкою. Ай, да вы, витязи могучие, видим мы, с дороги устали. Мы то час героев утешим, и схватили их те старухи, понесли как вихрь по врагам, по болотам и буеракам, принесли и бросили в пекло к яме старому на съедение. Погибайте-ка вы навек. В этом отрывке мифа мы видим, что не готовы были Ильмы Сурья сразиться с тьмой. Испугались и ослабли и пали на землю. Тут их и повязали и закинули в пекло. Видимо, об этом хотели предупредить Витязи и стражей Нави, но они их не стали слушать. Спасители это не только те, кто спасает через физическую борьбу, но и те, если речь идет о борьбе с невежеством, кто обладает силой слова и мыслей. Почему Ильмы и Сурья стали доступны страху? Вспомним, что неправильное поведение по планете в обители или в экзальтации дает осечку по планете в падении или изгнании. В Козероге возгнании Луна. Что это означает? Это прежде всего панический страх, это слабость души, поэтому неправильное агрессивное поведение по экзальтированному Марсу, по его функциям подвергло витязи страху, через что, собственно говоря, они не выстояли. Но беда и слихом случилась. Как схватили Ильма и Сурью, позабыли об их конях. Поскакали кони долинами, полетели и над горами, над лесами и Синим морем, и явились о Богу Крышню. Кони Ильма и Бога Сурьи возвратились к нам обратно, видно Ильм и Сурья в большой беде, бедя их, сказал Вышний Крышень. На коня вскочил Белогривого, полетел над морюшком синим, над горами и над лесами. Опустился он у смородины, у того железного леса, у избушки на курьих ножках, и встречала его хозяйка, то жена чернущего идола, ведьма старая Кали Юда. Ты зачем к нам явился, Крышень? Ездить начал в новых местах, где тебя доселе не знали? Я ищу быков Бога Солнца, их украл у нас черный идол, ты не знаешь ли, где он скрылся? Точит он день и ночь оружие в замке черном, в черных горах, и тебя тем оружием сгубит он. Я еще спрошу Кали Юда, здесь искали следы золотых быков двое витязей, Ильм и Сурья, но пропали они и сами, ты не знаешь ли, где искать их? Отвечала так Кали Юда, ай, поймали их три старухи лихо с кривдой нелегкую, как поймали их, повязали, к яме бросили на съедение, из пещеры шикви темного, им теперь навеки не выбраться. Стал тут крышний бог на коне разъезжать по бескрайнему царству черному, и ко черной горе подъехал, и у той горы чернояровой он отваливал черный камень, а под камнем тем пропасть страшная, что вела в подземное пекло. И поднял он из царства Вия, из пещеры грозного ямы бога Ильма и бога Сурью. Тут явились их кони верные, и садился бог вышний крышень на коня тогда Белогривого, им Сварожич на Медногривого, Сурья Родич на Златогривого, и они поскакали по черным горам, через черный лес, через черное поле к замку Идалища Поганого. Итак, в этом отрывке мифа мы снова видим взаимосвязь планет по обителям и изгнанию, экзальтации, падению. Кто выручил Ильма и Сурью? Изначально их кони. Разберем снова символическое значение коня. Конь, как говорилось в предыдущих видео, символически связан со знаком Стрельца и с Высшим Законом. Отсюда и один корень, услов закон и конь. Знаком Стрельца управляет планета Юпитер. Именно Юпитер находится в знаке Козерога в падении или в теневой обители. Теневые управители знаков являются не только местом нашей слабости и нашего падения, но через них идет и помощь со стороны предков, если мы правильно реализуем функции световых планет в нашей жизни. предки помогли Ильму и Сурьи через коней или Юпитер. Кони передают крышу невесть, что с их хозяевами что-то произошло, случилась какая-то беда, и крышень Сатурн выручает их из беды, то есть проигрывает мистерию спасителя. Сатурн и Юпитер на самом деле связаны через знак Козерога. Из прочитанной части мифа можно сделать еще один чисто астрологический вывод, что экзальтирующая планета в гороскопе гораздо опаснее для падения, чем планета в обители или даже в теневой обители. Тут из замка навстречу витязям выезжал и сам черный идол, вместе с идолом войско черное, сорок черных жрецов и магов, сорок змей драконов летучих и без счета различной нежити. Был и везде и сам с войском пекельным, змей горыня, змей дубыня и усынюшка лютый змей, и была сама Калиюда вместе с нею и три хромых. Стал топтать тут конь белогривый, то бесчетное войско черное, справа топчет воинов вия златогривый конь бога Сурьи, слева топчет воинов Кали медногривый конь бога Ильма, где проскачут они будет улочка, где хвостом метут переулочек, потоптали все войско черное. Выезжал тогда черный идол на коне своем черногривом и вскричал увидевший Крышиня. Это кто ж такой неучтивый, что посмел мне богу перечить? Правлю я всем миром подлунным, мне повсюду приносят жертвы, мне и хлеб несут, и хмельно вино, и коров ведут вместе с овнами, все съедаю я и нахваливаю. Обратим внимание, что животных в качестве жертвы приносят только в культах поклонения черному идолу. Интересные жертвы, перечисляем мы Кащеем, быки и овны. Символически это можно понять, что в жертву к нему попадают либо слишком заматериализованные, либо слишком юные, неискушенные души овны. И ответил ему Вышний Крышинь, ай, не хвастай ты, черный идол, как была корова обжурища, по копне она сено ела и пила воды по лохане, ела-ела, пила и лопнула. И вскричал тогда черный идол, уж мы съедемся в чистом поле, друг у другу силу попробуем, мы поборемся, поратаемся, да кому Всевышний поможет. И погнал он навстречу крышню своего коня черногривого, скачет конь-огонь по земле сырой, камни из-под копыт выворачивает, из очей его искры сыпятся, из ноздрей его дым валит столбом. То не горушки в поле сталкивались, то столкнулись боги сильные, ударялись булатными палецами, шиплись копьями долгомерными, ударялись мечами острыми, у них палицы посгибались и по маковкам обломались, раскололись булатные палицы, расщепились и длинные копья, прищербились и мечи, как они боролись во полюшке, содрогалась мать сыра земля, расплескалось и море синее, преклонился лес и дубравушки, над землей всколебался небесный свод, под землей повернулся юша змей, тут сходили они со своих коней, стали биться они в рукопашную, и ослаб наконец черный идол, и позвал тогда Калиюду, помоги-ка мне Калиюда одолеть великого крышня, подскочила тут Калиюда и схватила крышня за кудрышки, избивала на землю сырую его, сел тогда черный идол ему на грудь. Крышень сходился в битве с Кащеем несколько раз, и только в тот раз одолел его, когда схватка пошла в рукопашную, то есть битва руками. Здесь опять мы наблюдаем символический смысл, о чем это говорит? Опять-таки о силе не физической, о силе слова, слово истины, слово о Боге и его законах, потому что руки связаны со знаком близнецов, то есть со словом. Однако Кащей поступает, как всегда, нечестно и призывает на помощь свою жену, злую старуху Кали-юду. В индийском варианте Кали-юга, это ее имя было Кали-юга, она обозначала железный век бездуховности и попрание законом Бога. С ее помощью Кащей в кавычках садится на грудь крышенью, причем Кали-юда помогает победить крышенья, схватив его за кудрышки. И приковал черный идол Бога Крышенья ко черным скалам. Рядом с ним тогда приковали справа Сурью и слева Ильма. Мало времени миновало, разгулялись непогодушки, туча грозная поднималась, шла-то туча грозная на горы, горы с тучей той порастрескались, раскатились на мелкие камни, подходила к лесам, преклонились леса, разбежались в лесах звери лютые, становилась туча над морем, море синее расходилось, разметались в нем рыбы быстрые, то летела с под грозной тучи птица вышнего гомаюн, стала птица летать, в небесах кликотать, почему приковали крышенья, почему его привязали, из-за ведьмушки калиюды, из-за идола сыновей, осерчал тогда черный идол, поднимал он лук свой волшебный, стрелку черную доставал, то не просто стрела, то змея, что проглатывает весь мир, но раздался тут голос вышня, отпусти свой лук черный идол, не пришло еще твое время, отпусти быков бога сурьи, и упали с крышни оковы, по велению бога вышня, и поднял свой жезл вышний крышень, и ударил идола в голову, отлетела она, будто пуговка, и тогда упал черный идол, в прах рассыпался черный замок, и из черных туч, и из черных тех подземелий, вышли все быки бога сурьи, поднялись на небосвод, и тогда в колесницу солнца вновь поднялся пресветлый ра. Итак, птица гамайон, птица несущая весть вышнего бога, птица вышня, ведает о том, что крышень привязан, прикован, а над землями властвует тьма. Почему-то силы тьмы всегда боятся, когда кто-то говорит правду о них, открывает людям глаза, срывает с них маски, под которыми не прячут свои истинные лица. Вот и Кащею не понравилось, что гамайон ведает всему, всем и всему правду, и он хочет застрелить вестника, и не просто стрелой, а стрела это змея, которая поглощает весь мир. Ранее уже пояснялось, что змея, кусающая свой хвост, это символ ограниченного времени, кольца времени, в которое сейчас заключен материальный мир из-за присутствия здесь зла. Здесь нету вечности. То есть Кащей покушается уже не просто на 999 земель, а уже хочет захватить весь материальный мир и застрелить птицу Вышнего, чтобы люди не ведали истину о нем и о том, что он делает. Но Вышний Бог по своей воле освобождает Крышенья, и его видите Зеильмой и Сурью, и Крышень удаляет Кащея со сцены жизни, таким образом освобождает 990 земель от влияния тьмы через свое страдание, реализует высшую мистерию спасителя. То есть спасителем можно назвать того, кто прежде всего спасает души от тьмы через слово. И тут же можно сделать вывод о том, что поднятие духа на свод небесный через материю 999 земель происходит через освобождение их от тьмы. То есть во вселенной существуют некие земли, куда были допущены силы тьмы или паразитическое начало. На этих землях воплощаются души, которым нужно получить прививку от зла. И таким образом освободить свою душу и подняться к вершинам духа. То есть вернуться свое первоначальное божественное состояние. В таком состоянии нас и создал когда-то Господь Бог. Но влияние зла на эти 999 земель не постоянно. И за ночью сворога приходит день, о чем и сообщает Всевышний Кощерю перед его смертью. И поехали боги снова мимо гор великого воды до бьярми бога бармы вновь на север к белому морю к острову фаворскому белому латырскому золотому и к туле железному острову. И теперь все из века век прославляют Ильма сворожича бога Сурью и бога Крышиня. Итак, данный миф повисует об еще одной битве сил, света силами тьмы. И Кощей временно побеждает Крышиня, хоть и нечестным путем. И если бы не воля Всевышнего, Крышинь так и остался бы прикован вместе с Сурьей и Ильмом к черным скалам, остался бы Агнцем, принесенным в жертву. И ночь на 999 землях длилась бы еще долго. В чем же возможно была слабость Крышиня перед Кощеем? Исходя из того, что Кощей победил Крышиня с помощью своей жены, то возможно Крышинь был слаб тем, что у него не было его женской составляющей жены, а значит он, хоть и познавший вечность, был в чем-то слаб, а Кощей в чем-то сильнее. Поэтому следующий миф повеснует нам о том, как Крышинь нашел свою жену Раду и обрел силу. Желаю всем, мужьям и женам, супругам беречь друг друга, потому что пока вы вместе, вы сила. Благодарю за внимание.